Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем обзор английской литературы на моих полках. Это второй ряд. Я вот книги выставила сюда поближе, чтобы вот так, в таком виде нам удобнее было их рассматривать. Итак, Олдос Хаксли. Это был достойный внук своего деда. Мы знаем, что дед его Томас Хаксли, его называли Бульдог Дарвина, мы в прошлом передаче об этом говорили, и пропагандист – это теория естественного отбора. А сам Хаксли, он принадлежал к интеллектуальной элите, которая серьезнейшим образом увлекалась дарвинизмом. И не просто дарвинизмом, а продвигала трансформацию его. Это социал-дарвинизм. Кстати, вот название знаменитой книги Дарвина «Происхождение видов» это для русских такой перевод. А на самом деле звание звучит так. «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятных рас в борьбе за жизнь». Представляете? Если есть благоприятные расы, значит, есть неблагоприятные расы. Если одни стоит сохранять, другие, значит, не стоит сохранять. Сразу вопросы возникают. А Хаксли, он был озабочен вырождением белой расы. И он сторонник был Евгеники, причем такой жесткой, отрицательной Евгеники. То есть считал, что нужно стерилизовать человеческих особей, которые угрожают белому миру, как он считал. Но он вообще-то был сам против и насилия, и тоталитаризма. И в 1931 году он даже написал такую статью «Границы утопии», в которой он заявлял, что непрерывный прогресс нашей цивилизации, он невозможен без двух пунктов. Первое – это улучшение наследственных признаков. И второе – сокращение рождаемости. То есть он был сторонник Майтуса. А вот в 1932 году вышла вот эта его книга. Первая – «Дивный мир». Вот это первое. Следующий роман. И очень здорово повлиял на этот роман. Создание его. Вот этот его друг старший. Он намного старше его был. Бетран Рассел. Поэтому я его книгу здесь вам представляю. И кто такой Бетран Рассел? Вчера мы просто немножечко о нем говорили. Это, значит, был такой, и он и математик. Здесь вот пишут, даже вот здесь вот в этой книжке, что это философ, величайший философ XX века. И он был лауреат Нобелевской премии в области литературы за 1950 года. И почему я обращаю ваше внимание на этого Бетрана Рассела? Вот так вот даже книжку его купила. Знаете, она мне вообще даром не нужна. Но я ее купила, чтобы показать, что он и сейчас очень хорошо, популярен, издается. Кстати говоря, много вот разных его книг вот в этой популярной серии. Не только в этой серии. Там и подарочные издания есть Рассел и так далее. У него есть такая работа, она называется «Научное мировоззрение». Научное мировоззрение. И как я узнала об этой работе? Через третий, так говорится, урок я о нем узнала. Есть у нас такой ученый, американский, у нас в Америке. И Джеффри Стейнберг. Он заканчивал Ельский университет, потом там в другом каком-то диссертацию защищал. И он является очень хорошим специалистом в области когнитивной и педагогической психологии. И вот этот Стейнберг, он написал статью такую большую, развернутую. Называется она так. «От кибернетики к литлтону технику управления разумом». И вот в этой работе он цитирует работу Бертрана Рассела «Научное мировоззрение». И в частности его главу из этой работы, которая называется «Образование в обществе на научных основах». Вот как он собирался образовывать людей. Он, во-первых, предлагал брать пример Бертрана Рассела с иезуитов, которые продвигали в жизнь два стандарта образования. Один стандарт для всех, а другой для элиты. И вот посмотрите, как он пишет этот Рассел здесь. «Точно так же научные правители будут давать одно образование обычным мужчинам и женщинам, и другое тем, кто должен наследовать научную власть. От обычных людей ожидается послушность, трудолюбие, пунктуальность, бездумность и довольство». Вот так вот. А что ожидается от этих будущих правителей? От них требуется только преданность мировому государству и существующему порядку вещей. Во всем остальном у правящего класса будет поощряться предприимчивость и будет развиваться инициативность. Будет понимание, что именно они должны будут усовершенствовать научную методику и поддержать довольство рабочих, предлагая им все новые развлечения. Рабочие развлекайтесь, ни о чем не думайте, мы все про вас подумаем. А теперь, как он предлагает относиться к талантливым детям из простых семей, не принадлежащих к лите. Ну, если они оказались талантливыми, да, вот такими гениальными даже, может быть, в какой-то степени. Если юноша готов порвать со своим прежними сверстниками и всецело связать ее с правителями, то можно после соответствующих испытаний вести в круг, но если же он высказывает прискорбную солидарность с людьми и своего прошлого, правителям придется принять трудное решение. Он безнадежен и остается лишь отправить его в камеру смерти. До того, как его плохо дисциплинированный ум начнет сеять смуту. Это будет тяжелый долг правителей, но думы они не уклонятся от выполнения. Вот что говорит вот этот пацифист, гуманист, там, я не знаю, что либерал, любимец советских людей, потому что он был друг Советского Союза, он же против войны был, за мир, да, и вот как, что он такое несет. А вот, а по сути, это обыкновенный геноцид, да, но не такой вот горячий геноцид, а геноцид тихий, основанный на применении всяких там психологии, геноинженерии, может быть, там, контроль над рождением и так далее. Вот кто такой был Бертран Рассел. И, а сейчас, и не только сейчас, и раньше его очень хорошо пиарили, а сейчас, и сейчас продолжают в том же духе. Если хотите, посмотрите на интернет-ресурсах, там торгуют этими книгами, их много, разных, там, в популярных и непопулярных сериях. Так, теперь переходим к дивному новому миру, Олдеса Хаксли. Ну, я, конечно, не буду вам пересказывать это произведение, я думаю, в нашей аудитории, конечно, нет такого человека, который бы не знал, что это такое. Но я хочу обратить ваше внимание на некоторые вот эти пункты. Ну, первое, что вот всех остальных, прежних утопиях и последующих, там меняется сознание человека, да, влияет на сознание человека, каким-то образом его направляет. А вот здесь, в этом произведении, человек не переделывается, а создается с нуля, с заранее заданными свойствами. Вот, и там происходит конвейер такой, инкубатор, конвейер. А каким образом добиваются они создания людей с самими разными свойствами? Они варьируют подачу кислорода, температурный режим меняют, подачу тех или иных питательных веществ этим эмбрионам, и получают пять каст. Альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон. Альфа – это те, которые были в нормальных условиях, совершенно получали вдоволь и питание эти эмбрионы, и температурный режим был замечательный. Они вот становятся правителями, да, вот эти дети. А вторая бета – это их друзья. Гамма, дельта и эпсилон – это производители, те, кто заняты в производстве. Причем гамма и дельта – это люди, которые умеют, в общем-то, читать, туда-сюда, ну, такие, не любят, дуповатые такие. А вот эпсилон – это совершеннейшие идиоты. Но все люди, любых каст, они полностью довольны своим жизнью, всем они ужасно довольны. От начала вот, от искусственного оплодотворения до радостной смерти в 60 лет. А за счет чего это довольство такое? За счет вот наркотика Сома, и даже у них такая есть поговорка, Сома – грамма, нету драм. Вот так вот. Употребляют они, и все, жизнь удалась. Вот такая страна описывается в дивном мире. Но, знаете, я опять хочу вернуться к личности самого Хаксли. Мы знаем, что в 50-60-х годах в Америке была такая программа МК «Ультра». Они вообще, она была сосекречена страшным образом. Даже в Конгрессе они не имели представления, как они говорят. А там было много, десятки институтов задействованы, ЦРУ, там МИШЕСТ, в общем, разведки, все прочее. А в чем суть этой была программы? Суть этой программы заключалась в том, что проводили эксперименты по изменению сознания у больших групп молодых людей, используя там всякие технологии, пытки психологические, сексуальные, гипноз, наркотики, все что угодно. И вот Хаксли, он был участник этой программы. И вот, по всей видимости, по использованию этих наркотиков, во влиянии этих наркотиков, ЛСД на людей, синтетических наркотиков. Ну, то, что он был участник, сейчас, по-моему, никто уже не спорит. Спор идет по поводу того, в черную ли его использовали, или он знал, что он делает. Вот так. Теперь следующий роман его, это вот, здесь он на второй строчке, Остров. Что такое остров? Это такой остров, Пала называется, и на нем люди живут совершенно счастливые. А в чем заключается их счастье? Они погружены в мир грез, благодаря всяким психоделикам, наркотикам, таким как Мокша, там они еще другие наркотики разрабатывают. И дополнительное средство погружения в этот мир, это грезы, это буддизм. Вот буддизм. Там у них странные такие семьи, в которых дети могут переходить, если что-то с мамой не лады, или там с папой, они приходят в другую семью, третью, пятую, десятую. И эти вот семьи называются клубы взаимного приятия. Вот так. У каждого человека есть клуб взаимного приятия, который для него более приятный, чем его родная семья. И он может туда переходить, и у каждого ребенка может по 10, там 15 мам, пап и все прочее. Детей приучают к сексу со школьного возраста, причем такому сексу, который не приводит к рождению детей, чтобы они вот были такие вот счастливые. А если уже возникают семьи какие-то такие, дети могут рождаться естественным путем, хотя здесь очень четкая, у них строгий контроль за рождаемостью. А чаще всего дети рождаются искусственным оплодотворением, у них там специальный банк спермы, великих людей, да, какими они считают. И вот поэтому по этому острову бегают детишки, которые друг другу часто являются братьями, сестрами и все прочее. И меня знаете, что удивило в этом произведении? Во-первых, он постоянно атаптывается на христианстве. Он постоянно через 2-3 страницы пишет, какое христианство ужасное, там такое сякое, там не знаю чего. А вот буддизм, это же вот, буддизм, это да. И даже он прибегает к таким бессовестным, я хочу вам сказать, средствам, как фальсификация, или как, ну как фальсификация, нельзя надо сказать, искажение, искажение. Вот посмотрите, я сейчас прочту вам такую фразу. Он пишет, это от лица героя. Еще одна космическая шутка. И это отпустил сам Иисус. И он как бы от лица Иисуса говорит. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имел. То есть, расшифровывает. То есть, последняя возможность остаться человеком. Не только самая жестокая божественная шутка, но и самая бытная. Я сам видел, как ее жертвами становились миллионы мужчин и женщин, миллионы детишек по всему миру. Но это же, понимаете, он цитирует фактически посреднюю строчку из притчи Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Но это же нечестно так поступать, понимаете. Он же всю притчу не приводит вот здесь, на этих страницах. То есть, он прибегает к такому нечистоплотному средству. Вот этот самый Улдес Хаксли. И еще один момент, который я вам хочу сказать. Он постоянно здесь пишет о смерти. Смерти, смерти у него бесконечные. Причем он описывает их со знанием дела. Там вот человек, у него чаще всего умирает мучительно от рака, гниют. Если они христиане, то они там ненавидят всех вокруг окружающих, всем завидуют, что они здоровые такие-сякие. А вот буддисты, да, буддисты, они достойно уходят, погружаясь в какую-то там новую эманацию, что-то реинкарнацию, всего прочего. И я сначала не понимала, почему он так вот здесь вот так себя ведет. А оказывается, он, знаете, он же сам был болен. Это в 62-м году была книжка написана, в 63-м он уже умер. И он умирал от рака гортани. И он вот в этой книжке вот подробно описывает свою болезнь. Вот как он задыхается ночами, не может там спать и все прочее. А болезнь потихонечку все больше и больше проникает в него, разрушая его организм. И, то есть, он фактически как бы сам себя уговаривает, что христианство, как хорошо, что я отошел от христианства, что я не христианин, а вот буддизм, да, вот буддизм мне позволит, значит, перейти в какую-то другую эманацию, эманацию, еще что-то, сохранить себя. Вот, вот все такое. И он умер в день, кстати говоря, гибели Кеннеди в 63-м году от рака гортани. Вот такая жизнь была у Олдеса Хаксли. Все, что я хотела сегодня сказать, сказала. До свидания. Всего вам доброго.